всем привет с вами как всегда я дмитрий фреско и владимир и вы смотрите кулинарную пропаганду постоянно зрители канала прекрасно помнят владимира он нам уже показывал замечательную совершенно паэлью и мы готовили тогда из курицы и свиных ребрышек точно и вы под тем роликом нас просили фактически в жесткой форме требовали что мы приготовили паэлью с морепродуктами и вот свершится да я прекрасно понимаю что скорее всего в подавляющем большинстве случаев вы не сможете найти те ингредиенты которые мы используем в качестве белковой основы для поэльи но черт возьми используйте те морепродукты которые найдете я думаю что если постараться то даже с каким-нибудь страшненьким перемороженным морским коктейлем тоже можно приготовить очень достойное блюдо главное все делать как мы вам здесь покажем ну или приблизительно так я специально для того чтобы картинка на экране выглядела такая купил разорился буквально на вареного осьминога на каракатицу она здесь называется сепия и на совершенно замечательных креветок которые здесь называются гамбоны еще у нас есть мидии они как раз заморожены но это вполне достойдет а гамбоны вот вы видите никакие у такого красного цвета это не значит что они уже вареные в подавляющей большинстве случаев если вы видите красные креветки уже очищенные тем более которые продаются или не очищены но там изголовые это вареные креветки для шпаренной паром и для шпаренной паром да но вот эти вот гамбоны это сырые просто не вот такой цвет имеют здесь в испании очень вкусные ну что я думаю хватит болтать передаю бразды правления на этой кухне владимиру ну для начала мы сделаем пасту паста как мы показывали в ролике кстати вот смотрите здесь у нас будет ролик про паэлью который мы делали в предыдущий раз там все супер подробно но очень длинно в этот раз мы будем делать все очень быстро я уже немножко поднатаскался тут у владимира как готовить паэлью поэтому сообщаю вам что сейчас мы подготовим основу для будущей паэльи которая будет состоять из зелени томатов чеснока и ньюроссов ньюроссов это такие специальные подкопченые перцы паприка очень-очень ароматные да это паприка сложно найти паприку на самом деле в россии я так понимаю подкопченый тем более но ищите скорее всего вот такую целую вы не найдете ищите молотую вполне себе адекватная замена до ньюроссов нужно очистить от семечек ну чего так нормально будет да давай я буду вперед так ну давай ты пока тогда чеснок я сейчас это все обжарю и у нас с руками чеснока посыпалось чеснока наверное штук таких вот пять крупных хватит зубчиков решить я думаю что хватит чеснок обжаривать не надо чеснок обжаривать не надо сразу же и особо его рубить не надо ничего мы все это дело сейчас измельчим а вот у нас блендер в блендере когда нам уже кинут насчет деньги платить за рекламу не знаю она наверное смеет блендер если нас кто-то из кинута смотрит смотрите вы рискуете так но чеснок уже готов так что чеснок отправляется на за блендер ньюросс и они такие ароматные это фантастика кстати если вы будете использовать молотую паприку то обжаривайте очень аккуратно потому что чем меньше кусочки тем легче им сгореть можно даже просто и разогреть на масле так чуть-чуть так петрушка предварительно нарубленная вы не представляете какие сумасшедшие деньги здесь испанцы дерут за зелень это просто какой-то ад вообще думаю что это из-за лета жарко я и зимой всякий раз заходя в магазин чтобы купить пучочек зелени рыдаю слезами с кулак величиной а базилик это проще просто это какой-то такое впечатление что него из золота делают так да и сюда отправляется очень вкусная очень сладкая до томатная паста совершенно потрясающе она кстати с добавлением сахара по моему очень вкусная ну добавляй а теперь все это дело надо из-за мельчить в нашем чудо агрегате и да кенудовцы у вас последний шанс масло теперь нужно процедить чтобы не горели остатки неросов смотрите какой красивый цвет арома у меня тут тоже все готово ну что осталось нарезать каракатицу и осьминога а я пойду пока подготовлю паэреру у меня все готово у меня практически тоже осьминог овощи я кстати в бульон добавил несколько кубиков биска супер биск я вам показывал недавно совсем ну где-нибудь вот в конце ролика покажу короче биск это концентрированный бульон из креветок так ну чего зажигай ветер какие у нас планы сначала масло да для начала мы начнем с цепи потом у нас осьминоги потом овощи потом мы добавим туда наши неросы болтать давай наливай сколько масла нужно я думаю что половину видели какое масло яркая красота вот у нас уже шипит индикатор теперь мы можем добавлять масло из-за того что она обжаривалась неросами очень сильно пахнет давай я уберу я в качестве подмастерия сегодня вот у нас сильный ветер из-за этого я добавил еще один круг обогрева надежды что мы с помощью него разогреем сковородку до нужной кондиции нужно чтобы все шипело и чтобы что скворчала и чтобы все горело мы прошлом выпуске уже об этом говорили здесь я повторюсь на всякий случай вам совершенно не обязательно искать именно такую сковородку все дело в том что паэлью просто удобно готовить на максимально широкой сковороде и слой готовой паэлью должен быть очень очень тонкий поэтому если у вас нет такой огромный это всего лишь значит что вы не сможете приготовить паэлью сразу на шестерых человек ну когда засорах или на десятерых просто возьмите сковородку поменьше приготовьте ее скажем на троих или на четверых у нас все скворчит все жарится и уже готова в принципе сепия можно ее отгрести над на край вы думаете что у нас тут все подряд идет на самом деле мы мало скрываемся из-за сильного ветра я видел соорудил картоночку и прикрываю сковородку от ветра так чтобы немножечко врема добавляем овощи что касается овощей традиционно в по крайней мере нашем регионе для паэльи использует набор из двух видов бобовых это зеленая плоская широкая фасоль и вот такие вот белые большие крупные бобы они здесь называются графон очень вкусные можно в принципе любую фасоль широкую стружковую фасоль принципе я по-моему видел в россии да она есть вот большие бобы можно заменить вот белые фасоль такая белая фасолька есть а это вообще мы взяли ту самую заморозку и замороженные овощи ничего разнорожили и вперед используем прекрасно получается запах смолы такой идет приятный думаю что такой приятный запах откуда он идет чуть не спалили стол все для вас все для зрителей что у нас дальше так я думаю что мы можем с осьминогом продолжать сейчас я это опять же от грибу на сторону мне масло обратно скатывается сюда этот осьминог куплен уже вареным его сначала сварили потом заморозили но это самый правильный способ делать осьминогу потому что если бы мы положили сюда осьминога не вареного то это было бы больше издевательства над если вы хотите получить мягкого осьминога то его нужно отбить заморозить сильно заморозить чтобы при заморозке вода расширяется разорвала все внутренние волокна осьминога что стал мягче потом разморозить потом есть еще всякое шаманство с погружением в кипяток и вытаскивание до остывания несколько раз все для того чтобы стал мягче вот здесь мы купили уже готового и мягкого вареного так ну что следующий этап нас ждет и это мы будем добавлять сюда нашу томатную пасту я могут ее вываливаем сюда на центр вы уже поняли да какая самая важная работа при приготовлении по или стоять и держать картонку ответа да без этого никакой по или не получится теперь мы замешиваем это все центр так и теперь мы добавляем сюда рис вот я примерно пол пачки добавлю рассчитывая что у нас чуть больше литра бульона теперь мы это перемешиваем старательно вот чтобы у нас рис начал впитывать все это вкусный бульон все эти масла теперь мы можем начинать потихонечку добавлять сюда бульон как скажу еще еще можно сразу же поколенуть вот он у нас да 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 вот знаете хоть она и готовится на газу но за счет того что она стоит на деревянных досках такой аромат дымка приходится подливать воды жалко что стол у нас тут сосновый был бы дубовый был вообще извинительно а так слишком сильно смолой припахивать может быть мужевеловый мужевеловые дрова они вообще говорят так вот у нас все уже почти готово всем вылили сейчас нужно дождаться чтобы она равномерно закипела и можно выкладывать наших мидий да да и креветок гамбонов сейчас как раз самое время чтобы выправить паэлью на соль но у нас соленый бульон поэтому ничего делать не надо так ну что у нас паэлья уже закипела и мы уже сделали маленький огонь вот сейчас нам самое время выложить зачали обычная креветок выкладываю у нас даже уже потеплели потому что стояли я мидий не закапываю в рис в этот бульон потому что мидий это вообще штука которая готовится чрезвычайно быстро и она в принципе очень нежная по вкусу если ее закопать то она станет натуральной резиновой то я надеюсь теперь вам понятно почему в паэлью считается блюдом для праздников для мероприятия для большой семьи то что вы видите что в одни руки его приготовить практически невозможно у нас паэлья равномерненько побулькивает буквально еще чуть-чуть и мы будем закрывать ее фольгой я жду когда вот вода чуть-чуть еще испарится если мы закроемся фольгой слишком рано у нас получится а роскальдоса вместо паэльи ну то есть размазня до паэльи как мы уже говорили это в первом ролике про паэлью рис не должен быть твердым но он и не должен быть разваренным это состояние такое как для пасты и скорее можно назвать аль дендо то есть в центре рисинка плотненькая а снаружи она уже вот эту бархатистую структуру имеет отчего собственно говоря и соус это тоже становится таким крахмалистым бархатным на вкус пока еще нет ждем сейчас вот центр у нас я предлагаю вам для того чтобы стать совершеннейшим принял профессионалами приготовления паэльи вот эти моменты просматривать покадрово чтобы выяснить у владимира в какой момент какой точный момент нужно накрывать это дело фольгой мы дождались когда она равномерно закипит мы подождали пока часть воды выкипит часть воды не причем какая часть то есть там воды как таково же не остался уже осталось только густой такой соус но рис был еще сыроват после чего мы накрыли фольгой и но если бы наверно готовили без ветра или дома то сделали вы просто очень слабый огонь ну а так мы без всякого слова я просто выключили и за счет уже накоплено тепла это и хоть тонкой но все-таки большой сковородке на рис дойдет ну что встретимся уже за столом минут через десять что сейчас попробуем этот раз получилось прижаристая самый приятный момент как это называется а корочка на дне сковородки карамельные испанцы испанцы эту корочку называют сакарат и наличие этой корочки у паэльи для многих испанцев показатель самой классной паэльи да самая классная так как бы глаза заказывать елите вместе может насчет 3 на 1 2 3 ну что могу сказать вам конечно будет сложно найти все эти морепродукты но повторюсь еще раз используйте ровно те которые найдете и я уверен ну если даже не в первый раз то во второй вы точно получите такое блюдо которым по праву будете гордиться спасибо за компанию всем пока